Это специально Так, давайте, укладывайтесь уже Маша, не пинай Сашу Ага, а чё она постоянно на мою половину в улазе? Ага, она твоя? А кто здесь свои ноги выставляет? Так, а ну, три-четыре, замри На постель упасть и одеялом укрыться Любовь всегда жертвует ради ближнего самое лучшее А вы спорите за кусок простыни? Вы вообще помните, какой завтрадень или нет? А, Рождество! Когда Бог родился Правильно, и Бог учит нас любви друг к другу и терпению А ещё... Па! Что? Бог всё-всё сотворил? Конечно Хотя многие люди... Па! Что? А как же он мог всё-всё сотворить, если его тогда ещё не было? Он, наверное, просто очень-очень маленьким был Нет, Бог огромный, вездесущий и всемогущий Он существовал вечно Но однажды Он родился в наш мир, как обычный человек Чтобы люди могли узнать о Его любви И чтобы спасти их всех Это Иисус Христос, Спаситель мира! Правильно! И когда Он родился, на небе что? Засветила новая звезда И три мудреца увидели её и взяли подарочки и пошли поздравить младенца с днём рождения А где родился Иисус? В каком городе? В Вифлееме А ещё Он родился в домике, в котором жили звери Да, и его положили в коробочку, где животные брали еду Не в коробочку, а в ясли, а домик этот называется Хлев Там что был? Лев? Не лев, а хлев Пап, а в этом хлебе были жирафы? Какие жирафы? Ты это представляешь? Жираф слишком высокий Конечно же, жирафов там не было А бегемот? Бегемот слишком толстый А кто там был? Там был младенец Иисус, его мама по имени Мария и Иосиф А ещё туда пришли пастухи и три мудреца с Востока со своим караваном А куда делись все звери? Их что, выгнали? Ну, конечно, там были и животные Какие, не знаю, ослы всякие, овцы, может быть Что вам сдались эти животные? Нажажлык их всех Папуля, тебе надо у Иисуса попросить немного терпения Это точно Давайте помолимся и спать А сказку? Какую ещё сказку? Мы уже и так засиделись А ты можешь сочинить сказку про Рождество? Да ну, уже поздно Ну, пожалуйста Вы же знаете, если я начну, то это надолго Сказку! 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 Ну, хорошо, про Рождество Про спасителя всего человечества Но эта история была на самом деле Ну, хорошо, пусть это будет сказка про борьбу тьмы со светом Но важно, чтобы вы помнили главный смысл Однажды у одного отца был сын Звали его Илей Мне так холодно, папа Возьми ещё одно одеяло Ночи стали такими холодными и длинными Да, я тоже заметил А что, если ность станет такой длинной, что дня совсем не останется? Когда-то, давным-давно, великий, мудрый Элохим шёл по земле И был он истинным светом и отцом жизни И увидел он большую пустыню, покрытую песком и камнем И озарил он своим светом эту землю И вдохнул в неё жизнь И стала пустыня прекрасной, цветущей страной И назвал он её Атирия, что значит «страна света» И поселил свет на ней своих детей Много было детей у света, живущих на этой земле И один из них был наш народ Сияни А назвали нас так, потому что каждому из нас Свет поместил свой светильник внутрь души И жили сияни счастливо и мирно Со всеми народами, живущими по всей Атирии Но за всем этим С великой злобой завистью Наблюдала тьма Притаившись в пучинах мира Тьма не могла приблизиться к свету Потому что если она прикоснётся к нему То сразу погибнет И тьма терпеливо ждала И однажды некоторые любопытные сияни Зашли слишком далеко от своих земель И приблизились к жилищу тьмы Тьма вышла к ним состязаться И проиграла И восторгалась тьма их силой и могуществом И сказала тьма Зачем вам свет отца? Если у вас есть собственные светильники Вы можете жить на любой земле Потому что вашего света достаточно Чтобы осветить себе любой путь И поверили сияни тьме И стали жить по своей воле И отказались они от света истинного Потому что надеялись на свои собственные светильники И свет покинул Атирию Но без него светильники наши Скоро стали угасать И терять свою силу И пришла тьма И злые слуги её Разрушили все прекрасные творения отца И проботили все народы Живущие в Атирии Дни становились все короче и короче А ночи длиннее и длиннее Деревья увяли И земля иссохла А нас заставили жить под землей Как червей Но был нам луч неба И оставил нам пророчество Что однажды свет вернется в эту землю И зажгутся вновь светильники в наших душах И уйдет тьма навеки А когда это будет, папа? Пророчество говорит Что на небе появится звезда Она будет знаком Что на нашу землю Пришел великий воин Истинный сын света Который победит тьму Звезда укажет путь к нему Помни Однажды появится звезда И придет свет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Народ мой Я Оролек Ваш вождь Стою перед вами Среди нас появился настоящий герой Его зовут Элизей Он не боится жить под небом Поэтому он строит жилище Давайте поможем ему Пока не пришла ночь Он будет примером для всех нас Я Элизей Стою перед вами Я строю этот дом Потому что помню Что наши отцы Побеждали тьму Вспомните Мы сияние Народ света Мы не должны жить под землей И мы не рабы тьмы Мы за свободу Свобода! Свобода! Сын мой Элей Помни, что пророчество О сыне света Конечно, отец Я помню ее слово в слово Неужели ты видел звезду? Нет, сын Нет никакой звезды Я понял Что не нужно нам ожидать Пророчеств из древних времен Мы сами должны вернуть свое счастье Отец, ты такой храбрый Я так горжусь тобой Мудрый Ферелек Что ты хочешь сказать нам? Я Ферелек Старейший из вас Стою перед вами Плохой знак То, что Элизей Строит дом на земле Мудрость говорит Живите тихо и смиренно Не восставайте против господ И зло пройдет мимо Я помню, как многие из вас Пытались строить дома на земле И приходили темные рыцари Слуги тьмы И разрушали дома А смельчаков этих забирали с собой И никто из них не возвращался Годы сделали тебя боязливым Мы уважаем тебя Но теперь не нуждаемся в твоих советах Продолжайте строить Плохой это знак Плохой это знак Плохой! Плохой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы слышали этот гром? Старик предупреждал. Вдруг это темные рыцари приближаются? Хватайте оружие! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасайся, Элей! Беги в пещеру! Элей, беги скорее! Нам не справиться с ними! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как жаль твоего отца! Я же кричал ему, прячься в пещеру! Я же кричал ему, прячься в пещеру! А он не послушал. Вождь Аралек, я хотел быть храбрым, как мой отец, но сегодня я испугался и трусливо убежал. Я бросил его и опозорил себя. Не суди себя, Элей, твой отец поступил храбро, оставшись один против темных рыцарей. Но он-то сделал ради тебя, но он не хотел, чтобы тебя тоже забрали. Теперь это копье твое. Будем жить дальше и надеяться на лучшее. Ночь приближается. Спускайся в пещеру. Ночь приближается. Ночь приближается. Все спускайтесь в пещеры. Какие страшные стали ночи. Никто не осмелится выглянуть из пещеры. Ночные охотники повсюду. Только безрассудные выйдут на землю. Но и днем тоже опасно. Видишь, что стало с Элизеем и его домом? Если не делать так, как он, то ничего не случится. Нужно сидеть спокойно и не высовываться. Как Ферелек учил. А, вон идет Элей, сын его. Он струсил и убежал. И правильно сделал. Пойдем отсюда. Ты был прав, Ферелек. Быть храбрым глупо. Мы будем жить дальше, как жили всегда. И надеяться, что когда-нибудь пророчество сбудется. Когда я был ребенком, я тоже мечтал о пророчестве. Однажды я сказал себе, Ферелек, ты не умрешь, пока не увидишь возвращение света. Я очень хотел увидеть звезду, но ночь пугалась своим мраком. И я решил подготовиться. Я учился владеть оружием, собирал припасы на дорогу. Я готовился день за днем, всю свою жизнь, пока не стал старым и слабым. Но я так и не решился выйти в ночи, чтобы посмотреть на небо. Теперь я старый трусливый мудрец. Но осторожность никогда не приведет нас к великим свершениям. Что ты хочешь сказать мне этим? Лишь увидев внутри себя слабость, появляется повод искать силу. Лишь увидев внутри себя трусость, появляется повод искать в себе героя. Что теперь ты будешь делать, Элей, сын Элизея? Станешь трусливо жить до старости, как я? Или пробудишь в себе героя, последовав за мечтой? Ночь приближается, ночь приближается. Все спускайтесь в пещеры. Аралек, я стою перед тобою. Этой ночью я останусь на поверхности. Я буду искать на небе звезду. Это безумие, Элей, ищи ее днем. Ты пропадешь, как и твой отец. Ты знаешь, Аралек, что днем невозможно увидеть звезду. Мы бессильны против тьмы, потому что тьма внутри нас. Нам нужен кто-то, кто увидит звезду и найдет воина света. Тогда прощай, Элей. Боюсь, мы больше не увидим тебя. Ферелек, это ты подговорил его? Прощайте. Верьте, что я вернусь с воином света. Удачи тебе, Элей. Это безумие, безрассудство. Ночь приближается. Спускайтесь в пещеры. Как же темно ночью. Я скоро не смогу увидеть сам себя. Как же я увижу звезду? И как вообще выглядит эта звезда? Какие страшные звуки. Кто это? Ветер или слуги тьмы? Элей. Элей. Что это? Кто зовет меня? Элей. Иди сюда. Кто это? Звезда, это ты? Нет. Но я знаю, где звезда. Я приведу тебя к ней. Пойдем со мной. Но я ничего не вижу. Я не могу идти. Иди на мой голос, Элей. Я приведу тебя. Правда? А кто ты? Не бойся, Элей. Я друг. Берегись, Элей. Эй. Я чуть не упал в пропасть. Ты хотел погубить меня? Слуга света. Ненавижу тебя. Кто это? Кто вы такие? Это ты, звезда? Да. Ты хотел найти меня и нашел. Ты тот, кто идет к свету. Я укажу тебе путь к нему. Не выходи из моих лучей. И ночные охотники не тронут тебя. Какое счастье? А ну, брысь от меня тряпки летучие. А ну, брысь от меня тряпки летучие. А ну, брысь от нас. Девушки отдыхают А не пустить ли мне в тебя стрелу? Какая ты сердитая! Хорошо, я, Элея, сиянин, стою перед тобой. Мой народ живет к западу отсюда, под большими холмами. А-а-а, подземные жители! Трусы, которые боятся высунуть свой нос из норки. Мы не трусы, мы осторожные. А ты, похоже, из тех безрассудных охотников-одиночек, что скитаются землями, скрывая сослуг тьмы. Мы, Элуми! Мы не безрассудные, мы отважные. Разве это отвага, бегать из укрытия в укрытие? Вы не способны дать отпор тьме. А вы, сидя в норе, во тьме не угрожаете. Сила сиян в единстве. Тогда как же ты такой осторожный, оказался тут сам так далеко от своей теплой норки? Я ищу спасителя. У нашего народа есть пророчество, что когда он придет... На небе зажжется звезда. Она горела ярким светом во тьме ночи и позвала меня с собой. Ты тоже ее видел? Да. Она спасла меня от ночных охотников, но потом куда-то скрылась. Я весь день ищу ее. Тогда давай объединимся. Пойдем дальше вместе. Я согласен. Прошу прощения. Я Латиэль. Серебряная стрела. А теперь, когда мы знакомы, нам пора идти дальше. Звезда мне сюда указала. Может, нам лучше обойти эту мертвую рощу? Неужели ты боишься? Разумеется, нет. Тогда в чем дело? Говорят, что тут живет злой великан, и мне не хотелось бы с ним встретиться. А я-то думал, охотники вроде тебя не знают страха. Я ничего, никого не боюсь, кроме тьмы. Просто мне не нравится это место. Кроме нас здесь никого нет. Или ты испугалась этих камней? Спорим, я докину его до вон того дерева? Эли, не надо. В незнакомых местах лучше обойтись без лишнего шума. Смотри. Видишь, ничего не случилось. Ого! Ого! Ничего нет, говоришь? И почему ты меня не послушал? А, маленькие злодеи! Да как вы осмелились ступить на мою землю? Да еще и камнями в меня кидать? Убирайтесь прочь, пока целые! А не пустить ли мне в него стрелу? Погоди со своими стрелами. Здравствуйте, уважаемые! Извините нас, мы мирные путники. Мы просим у вас разрешения пересечь ваше владение. Что? Я никому не позволю топтать мою землю. Проходимцы, уноситесь отсюда. Ты что, Элей? Это же великан. Он не понимает таких речей. Смотри, как надо. Эй, ты негодяй! Пропусти нас, а то испытаешь на себе остроту моих стрел. Не следовало тебе этого говорить. Ну все! Вы мелкие дараканы! Дараканы, я сделаю из вас удобрение! Так что ты там говорила? Обходим? Отступить? Да ни за что! Ура! Да ни за что! ООООО! А-А-А! 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 Ну все! Не-е-е! О-о-о, нет-не-не-не-не-не! А-а-а! 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 Оздавайся, злодей! А-а-а! Все, истоптали. Мало мне ночных охотников, что рыскал тут в темноте. Так еще и вы тут, мягкие хулиганы. Идите куда шли, негодяи! И третью забирайте с собой! Да поскорее. Какую еще третью? Снова пропадет мисс урожай, бедный мой огородник. А где здесь огород? Я что-то ничего подобного не вижу. Как же, вот под тобой грядка с капустой, а под тем метателем камней морковь, а вон оттуда и туда репей. А почему репей? А он самый выносливый. Так приятно, когда что-нибудь зеленеет. Но в этом году даже он не взошел. Почему? Слишком мало света и тепла осталось в нашей стране. Я так старался уберечь мои растения. Однако все мои усилия оказались напрасными. А когда-то здесь был прекрасный сад и плодоносный огород. А если свет вернется, природа оживет? Конечно. Только где взяться этому свету? У наших народов есть пророчество о том, что свет вернется, когда... Слышал я это пророчество. За сказки все это. Если все действительно так, то спаситель бы до нас же пришел. Он не допустил бы всего этого. Свет нас покинул. Осталась лишь тьма. Смиритесь с этим. Но мы видели звезду. Что за ерунда? На небе нету звезд. Это именно та звезда, которая приведет нас к спасителю. Сихель? Спаситель не может быть. А я как-то мечтал когда-то. А вы мне не врете? Конечно, нет. Звезда увела меня от ночных охотниковцев и указала направление. И я видела звезду. Она такая красивая. Хм-хм. Меня зовут Борг. Я Элей. А я Латиэль. Серебряная стрела. Ага. Теперь мы друзья. Я. Я приглашаю вас в свою землянку. Я приготовлю вам угощение и уютную постель. Мы очень тебе признательны за гостеприимство. Я достану для вас мое лучшее варенье. А-а-а! Вот она! Вот она плутовка, что лазит по моему огороду. Держи ее! Где она? Ага. От меня не уйдешь? Звезда. 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 Ку-ку. Эй, ты слышал? Кто-то позвал меня. Ай. А я тут. Эй, как ты туда попала? Это невозможно. А давай я ее подстрелю. А-а-а! Как это? Она на верху. Ну, я сейчас. А-а-а! Ну, я сейчас. Ну, я сейчас, как-то уже спала me. А-а-а! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ой! А-а-а! Эй, Бор! Ты в порядке? О-о-о-о! Мои маленькие друзья, помогите! Я застрял! Что за песню ты напеваешь? Я уже как будто слышал её. Ну вот, она уже здесь. Что за песню ты напеваешь? Я уже как будто слышал её. А, это же ты! Ты, звезда! Я? А, ну да, она самая. Это звезда? Ты? А зачем ты тут окорачиваешься? Чтобы позвать тебя на поиски света, потому что ты такой милый, добрый. Я добрый? Я страшный великан! Ты сказала, я милый? Что, серьёзно? Но ты совсем не так выглядишь. Я думал, ты маленький огонёк на небе. Как ты изменилась? Это не я изменилась, а вы. Чем ближе вы к свету, тем реальнее кажется его мир. Когда вы будете готовы, вы сможете его увидеть. Я не понимаю. Свет так сильно любит этот мир. Мог ли он уйти от вас? Нет, он всегда оставался среди вас, но был невидим. Теперь есть те, кто его ищет, и он откроется для них. Он возвращается в эту землю. Я укажу вам дальнейший путь. Так значит, мы увидим его. Он скоро вернётся. Какое счастье! Мы готовы идти. Борг, пойдём с нами. Свет вернёт жизнь твоему огороду. Хм, а я вот возьму и пойду. Мне кажется, что ждёт нас что-то большое. Когда мы найдём свет, я подарю ему это. А что это такое, Борг? Хм, не знаю. Я думаю, что это арбуз. Очень вкусный. И вот три отважных путешественника, направляемых звездой, отправились в путь. Играет музыка. Просыпайтесь. Нам нельзя отдыхать. Здесь опасно оставаться. Что здесь делают сиянин, великан и охотница Луми вдали от своих пределов? Я оттуда охочусь. Я арбузы собираю. Тут такие вкусные арбузы растут. Вы врёте. Мы казним вас. Мы идём с подарками к властелину. Тут только один властелин. Это тьма. Вы идёте с нами. Наша госпожа решит, что с вами делать. Смотрите, это царство тьмы. Впервые в жизни мне страшно. Нам нужно обмануть тьму и убежать отсюда как можно скорее. Где же наша звезда? Трепещите. Перед вами властительница тьмы. Кто хотел видеть меня? Вы принесли мне дары? Да. У меня тут есть счастливая стрела. А, и я? У меня отцовское копьё с алмазным наконечником. Стрела, дарующая счастье и копьё с богатством. У меня этого в избытке. А ты, великан, что принёс? А тут арбузик. Это не арбуз, а кусок камня. Глупый толстяк. Сказать вам, что для меня настоящий подарок? Где я? Души, пленённые и порабощённые мною навеки. Вот лучший подарок для меня. Хотите присоединиться к моей коллекции? Нет. Тогда вы скажете мне правду. Куда вы направлялись? Мы видели звезду. Она привлекла наше внимание своим светом. И завела нас сюда. Ха-ха-ха-ха. Я поняла. Вы решили, что это звезда из пророчества про сына света? И отправились за ней? А, это так. Я бы могла оставить вас в своём плену навеки, но я не злая. Я хорошая. Я просто пришла и стараюсь из всех сил приглядывать за этой несчастной страной, которую свет вероломно бросил на произвол. Но раз он теперь хочет вернуться, то я смогу торжественно передать ему всю власть и уйти на покой. Идите дальше за вашей звездой, и когда найдёте сына света, приведите его ко мне, чтобы мы могли поразгласить его царём этой страны. Давайте, идите же. Значит, свет решил вернуться? Это хорошо! Это прекрасно! Это... Это ужасно! Проследите за этими глупцами. Свет никогда не вернётся в эту землю. Мы уничтожим сына света, пока он не обрёл всю свою силу. Ну, и где теперь наша звезда? А вот же она! Ну, сколько вас можно ждать? Я уже стала бояться, что вы не вернётесь. Как мы рады видеть тебя вновь! Да, конечно рады! Только в следующий раз, когда я говорю, что здесь нельзя спать, слушайтесь! Скоро наступит день, и вы не сможете меня видеть! Мне надо выполнить свою миссию, и я хочу опять вернуться на небо. Тогда перестань капризничать, и веди нас! Мы больше не будем останавливаться. Веди нас скорее! Ну, хорошо. Идём через долину гейзеров, дальше за холмы, к большому водопаду. Когда услышим песню, значит, мы уже близко. Не знаю, сколько прошло времени, пока наши путешественники прошли долину гейзеров и добрались к большому водопаду. Кто это? Это слуги Света! Мне так нравится эта песня! Я чувствую желание стать музыкантом! А что они поют? Это песня Света, её поют все, кто рождён от него. Ваши отцы тоже когда-то знали эту песню? Мы пойдём к ним? Да, они приведут нас к сыну Света. Я так волнуюсь! Так хочется увидеть его! То есть, ты Виланас, а сама не знаешь его? Я пришла приготовить ему путь. Я знаю Свет, но никогда ещё не видела его сына. Интересно, какой он? Я думаю, что он побольше и посильнее тебя. Великие слуги Света! Мы ищем его сына! Моя миссия была привести этих жителей страны к их спасителю. Укажите нам дальнейший путь! Звезда, это он? Я не знаю. Я думала, он будет сиять. Но доспехи у него сияют. И он большой! Да, но только какой-то он не живой совсем. Может, мы должны как-то поприветствовать его? Великий Сын Света! Мы пришли к тебе и принесли свои дары. Я дарю тебе мой счастливый лук, стреляющий без промаха. О, Великий Сын Света! Нет никого более достойного, чем ты, чтобы держать это копьё, пронзающее камень. Пусть мой молот в твоих руках сокрушит все силы тьмы. Попробуйтесь от своего сна и возглавь нас, Великий Сын Света! Смотри! Он шевелится! Оживает! Кажется, получилось! Пул! Ай! Ха-ха! Ну и лица! Испугались! Испугались! О, ты кто такой? Я? Я тут живу! Живёшь тут? Давно? Да, давненько, давненько! Нет, пожалуй, не очень! Да, недавно! А где твои родители, малыш? Да, тут неподалёку! Они мне обычно одного не оставляют никогда! А это кто? А-а-а! Когда-то давным-давно один Великий Крестьянин поставил здесь памятник Сыну Света для своего народа! Смотрите, говорят люди, вот на этом месте однажды родится Сын Света! И поставил эту статую! Она уже давным-давно развалилась! А я собрал и пошутил с вами! Смешно получилось, правда? А мы думали, что это и есть Сын Света! Слушай! А ты не знаешь, где он? Может быть, может быть! Да, пожалуй, знаю! Какой прекрасный лук! Я теперь смогу стрелять в эту статую, как в мишень! Слушай, а ты случайно не он? Может быть, может быть! Смотря кого вы здесь ожидали увидеть! Думаешь, он Сын Света? Да он вообще из лука стрелять не умеет! Хм! Он мелкий такой! Я его одной рукой раздавить могу! Да, я не умею стрелять из лука! Мы ищем Сына Света! Смотри! С нами звезда из пророчества! Ха! Это звезда? Как не похоже! А я думал, ты маленькая, кругленькая и на небе! Не зря мой отец говорит, что внешность обманчива! Правдива лишь сердце! Это твой отец говорит? Мудрые слова! А кто он, твой отец? Он скоро появится! Мы можем подождать его! А он знает, где найти Сына Света? Конечно, конечно! Он все знает! Давайте подождем его! Эх-эх! Я думал, что ты Сын Света! Выродил, как сильный воин! А ты всего лишь старая статуя развалюха! Как-то мрачновато тут! Почему деревья не цветут? Тьма убила природу! Нет! Мне это определенно не нравится! Не так должно быть! Не так! Пожалуй, надо здесь кое-что изменить! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Так намного лучше! И отцу нравится! Это он мне дал такую силу! Это? Это ты! Ты! Это он! Ты сын света! Спаситель наших народов! Малыш, прищайся, чтобы вернуть свет на землю! Посмотрите, как прекрасен свет! Да, для этого мой отец послал меня к вам! Пророчество сбылось! Звезда привела нас к тебе! А где звезда? Ее нет! Звездочка, ты где? Друзья мои, я тут, вверху! Моя миссия закончилась! И я смогла вернуться домой! Теперь я буду наблюдать за вашими приключениями сверху! Удачи вам! Ну вот! Теперь она стала настоящей звездой! Как я и представлял! Сын света, мы нашли тебя! Ну что нам делать дальше? Сможешь ли ты освободить нашу землю от тьмы? Мы видели множество душ, поглощенных тьмою! И темных рыцарей, которые разрушат все наши дома! И наши две охотники, которые топчут мой огород! А еще они утащили к себе моего отца! Тогда мы должны освободить их! Это и есть сын света, пришедший спасти мир? А сможешь ли спасти самого себя от моей силы? Они проследили за нами! Они окружили нас! Нам не убежать! Кто сказал убегать? Мы сразимся с ними! Смотрите, слуги света с нами! Глупцы, возомнившие себя героями! Уничтожьте их! Ну что, малыш? Теперь твоя очередь! Я уничтожу тебя! Ты забыла тьма? Я не только сын света! Я воин света! И я совсем не малыш! Смотрите, сын света стал рыцарем! Точь в точь, как тот в лесу! Ты не можешь погубить меня! Если ты сделаешь это, то мое царство и все, что принадлежит мне, погибнут вместе со мной! Отец мой! А-а-а, Элей! Ты хочешь, чтобы сын света уничтожил меня? Тогда твой отец погибнет! И не только он, но и множество душ, поглощенных мной! Вы все, все принадлежите мне! Ваши угасшие светильники хранят в себе лишь мою темноту! Ну, давай же, сын света, убей меня! И ты погубишь все эти народы одним ударом! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Покажи им свое истинное лицо! Покажи им, как жесток твой отец! Вы хотели этого? Вы столетия ждали своего спасителя! Но разве он пришел спасти вас? Смотрите, он пришел уничтожить! Стереть вас всех с этой земли! Потому что вы все, все недостойны быть в его свете! Сын света, не слушай тьму! Уничтожь ее! Тьма говорит правду! Я не могу сделать это, иначе вы все погибнете! Но я пришел спасти вас, а не погубить! Элей! Я дам тебе новый светильник! Возьми мой свет! Ты сможешь передать его другим народам! Потому что этот свет никогда не угаснет! Ты не отдашь свой свет! Но ты тогда потеряешь силу! Для того я пришел к вам, друзья! Чтобы вернуть свет! Передай всем его! Это свет любимого отца! Он никогда не забывал про вас! Что теперь ты скажешь, Тьма? Твой ход! Глупо! Глупо! Безрассудство! Мой враг сам идет в мои руки! Зря ты обдал свою силу! Что теперь? Нет больше сына света! Моя победа! Пойдите предо мной все народы! И моей бешволе! Теперь покорны будете вы! Мое время! И мое царство! И притащите ко мне этого наглеца Элея! Что? Что это? Как такое возможно? Это сын света! Он зажег мой светильник! Ты не смогла поглотить его! Свет жив! Смотрите! У меня тоже теперь есть светильник! Вот чудеса! Поставлю ее! Аминь! 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 Ооооооо!!! Нет, нет! Невозможно! Это... Это конец! А-а-а!!!! Субтитры сделал DimaTorzok Но, но как же такое получилось? Мой отец дал мне жизнь в ваших сердцах, в каждом вашем светильнике Я теперь в вас, а вы во мне Твой отец был здесь? Покажи нам его! Если вы видели меня, то видели и моего отца Я и отец одно Теперь я понял Свет никогда не покидал нас Это мы были во тьме и не желали видеть его Но ты вернул нам нашего отца И не только вам, но всем народам в Атирии Теперь вы должны пойти и рассказать всем Что царство тьмы разрушено И власти у него больше нет Найдите всех, кто еще под кровом тьмы И сорвите покрывало, и зажгите в них светильники А потом возвращайтесь ко мне Да, пойдемте Мне не терпится рассказать моим сородичам про это чудо Мы всем расскажем Да, мы расскажем всем Пойдемте Пойдемте, пойдемте скорее СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, так интересно Это уже конец? Нет Осталось еще кое-что Тьма, навсегда лишившись своей власти Вернулась в бездну Но и оттуда она пыталась увлечь в свой плен неразумно А Илей и его друзья Распространили свет среди всех народов Атирии И когда это произошло Пришло время им вернуться к своему отцу Чтобы навсегда быть в его царстве света СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я уже и не мечтал об этом Какое счастье, что я успел увидеть свет СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА